Я представлю, это мой и друг, и творческий коллега, с которым также мы делали проекты. Кстати, Екатерина в нашем проекте тоже в одном присутствовала. Когда мы делали, я разрабатывала для компании «Гором» очень сложную окраску. Презент называется. Презентная окраска, причем трех цветов, очень сложная, они один в другой переходили. В России никто на тот момент этого не делал. То есть заказ переходил из одной компании, из другой, из третьих, из четверти, из четверти. Восемься отказник. Да, все отказывались. Сам мужчина, который заказал, он был руководителем строительной компании, который нашел обои, там он в Лондоне, да, такие. Они там стоили просто космос, чтобы их привезти, вот именно распечатанный ингредиент. Вот, и когда мы... Я сказала, давай я попробую. Вот пришла к себе в мастерскую, взяла, собственно говоря, все, что нужно. И краски, прекрасные краски. У вас большое удовольствие работать красками в компании «Магдекор». Это руководитель «Гор», руководителя этой компании, которая существует уже что-то много лет. Ну, 2006 года. 2006 года компания, да, очень такая прям. И надо сказать, что на данный момент я точно знаю, что конкурентов этой компании нет по производству красок. Если нам нужны какие-то липовские краски, прям супер серьезные, уровень там вообще просто какой-то серьезный заказчик, то это только к гору мы идем, потому что он производит великолепный пигмент. Там просто краски, это они изумительные. И огромное было удовольствие им работать над, вот, собственно говоря, этим проектом, потому что там совершенно разные пигменты присутствовали, и там перламутр был, и вот, конечно, работа получилась просто великолепная. Ну, тогдашний эффект такой получил, как раз, чего вы считаете. Да, 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 и вот у нас Екатерина как раз отвозила уже ключи вот этому руководителю, и он там просто вжал в ней руку и не хотел отпускать, и говорит, говорил, что несколько месяцев работа стояла, никто не мог сделать, и я уже думала, что все придется эти обои, а тут просто живая работа, которую мы смогли сделать, еще прекрасными красками. Там просто, я говорю, что он сам из строительной сферы, и вот он оценил, насколько мы, вот, в нашей коллаборации прекрасные краски, плюс прекрасная технология, плюс прекрасное создание вот этого эффекта, мастерство, да, художника какого-то, даже впечатлилого такого бывалого человека, как вот этот заказчик. Вот, и я хотела бы дать слово Гору, который расскажет про свою компанию, и расскажет про то, какие краски он производит, и чем он может быть нам интересен. У него скоро будет выходить еще много серия красок с такими пигментами, которые использовали мастера старых школ. Натуральный пигмент. Да, натуральный пигмент, то есть, сейчас мы знаем, что на рынке исключительно вот это все синтетическое искусственное, для художников в Россию Гору привозят новую технологию. Это натуральные пигменты, которые, на самом деле, вот эти пигменты покупают и в Италии, и в Германии, в Бельгии из 50-50-90-90-500, потому что натуральные пигменты, это пигментные специальные камни, которые лежат на открытом небе веками, и, грубо говоря, наши правнуки не видят изменения цвета, потому что они в тысячелетии лежат, специально разных концов все это собирается, измельчают специальные технологии, там определенные микроны, и они, конечно, не такие насыщенные, скажем, ярких и скопных цветов там нет, там все природные цвета. Поэтому, если мы используем какие-то картины, скажем, в природу, используя этих пигментов, мы передаем человеку именно те натуральные цвета, не метаться смешивания желтого цвета, а именно натуральные цвета. Поэтому самая главная вещь в этих пигментах, они стойкие, поэтому с гагами и с пигами они не применяют свой цвет никак. Да, они не выцветают. И если вы знаете, я продолжу немножко, что у меня тоже очень часто заказчики говорят о том, что, Наталья, вы знаете, удивительная ситуация случилась. Значит, купил несколько лет картину назад, и она у меня действительно побледнела, или наоборот потемнело, да, масло, или наоборот она вообще какая-то вот стала такая, ну, непонятного цвета. Ну, во-первых, это может быть несколько причин, то есть это может просто на солнце, либо наоборот в темноте. Недостаточно света, и мы в каждой ситуации разбираем. У другого моего заказчика, вот я написала пять картин на его яхту из красного дерева, вот, и он говорит, вы знаете, в том году картину купил, это же в позапрошлом году, вот, а в этом году они какие-то бледные все стали, да, они ему говорят, потому что вы, наверное, их оставили, на море дальше стоять. То есть вы выезжаете с семьей, с друзьями, да, ну, как бы картины развесили, понятно, что нужно там обстановку определенную поддерживать, потом вы их куда-то убираете. Вот, ну, главный такой момент, а здесь получается, что вот это все-таки, ну, надо понимать, из чего эта краска, да, она на все реагирует. А когда мы говорим про натуральный пигмент, то есть, ну, что с ним случится, с этим натуральным пигментом? Уже ничего не случится. Эти камни как лежали, вот даже вчера я смотрела сюжет, когда горные породы делали слепки горных пород, чтобы потом по этим слепкам слепить как раз декоративные вот такие панели, да. И насколько разные цвета вот этих, то есть, горные породы там есть, бирюза в чистом виде. Я была из-за муна, я никогда не знала, что на Кавказе есть горные породы, где прям пятнами вот такая бирюза, вот, знаете, это натуральный компонент, оказывается. Там где-то рядом еще и оранжевый цвет, то есть как, вот, чисто вот оранжевый, где-то, ну, вот просто, и розовый, и вот это как раз натуральные, самые натуральные пигменты. И вот эти краски, которые у нас, собственно говоря, относятся к старой школе, потому что раньше и только из них все производили. В Италии, часто, они покупают эти пигменты, в принципе, и там именно в художественном магазине покупают, такие дедушки еще, они покупают, сами смешивают. Если мы пытаемся делать уже готовое, то есть как краску, они берут порошки, именно порошковом виде, сами готовят. Никому никак не говорят, сами покупают, сами там смешивают, и никто в этом не участвует. И вот, кстати, что это ваше репутирование? Магодекор. 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 А у нас 4 бренда, но это один на самом деле, да? Да. У Гора несколько зарегистрированных товарных знаков, потому что он очень такой крупный производитель на России, и он большими объемами выпускает, и у него на стене столько клиентов. А как говорится? Нет, на самом деле очень много, как его, жилищных комплексов используют только наше покрытие, потому что у нас есть специальные сертификаты не горючие, которые, в принципе, мало кого есть, и можно использовать в общественном помещении. Поэтому многие жилищные комплексы, именно зонные и в сути эвакуации используют наше покрытие. Один из. На самом деле у нас есть паровый воздух систем, водоэрно-смельсовый систем, есть сометный систем, это напольное покрытие, это влагостойкие покрытие. И из последней серии мы делаем еще покрытие, как это называется, жидкий металл. Это не перламутр, это не пузы, это натуральный металл, используется в составе. В принципе, я сейчас, в принципе, в двух салорках, уже в жопу проектора нет, как бы, я сейчас вам покажу, что, в принципе, у вас... Я пока вещью, я вам скажу. Вы знаете, эта тема, она сейчас очень у вас требована на рынке, потому что эта ниша, на самом деле, свободная. И вот как раз Вор нам обещал провести мастер-класс. Это у нас цинк, вот эти вот. Можно поближе подойти? Да, сейчас посмотрим, чтобы всем видно было. Это у нас медь, это у нас нержавейка, это латунь. Вот. И это краски, я хочу просто представить себе, какие технологии сейчас? Это документное покрытие, которое после сушки мы его шлифуем, полируем, как и любые металлы. Они также окисляются, все вот эти вот металлини, все вот эти эффекты, скажем, коррозии и так далее, которые мы хотим получить, мы это получаем, используя вот эти покрытия. Сейчас очень крупные компании, они заказы делают там просто листами, потому что они отделывают как стойку администратора. Да, ресепшн, ресепшн, мебель, очень много. Они делают акцентную стену, ну, значит, такое, да, то есть, когда в каком-то интерьере на чем-то акцент. Вот. И это тело сейчас очень залетело вверх, а, как оказалось, у нас только единственный человек, который ее практически качественно создаёт, это только фигура его компании. На самом деле, вы, как бы, напишете, как бы, есть, да, там, чат общий, да, я ссылочку отправлю, как бы, чтобы, в принципе, понимали. На самом деле, помимо классической, как его, технологии, скажем, живописи и так далее, сейчас очень много, вот, тенденция пошла по эпоксидам, и, в принципе, сейчас очень важно, вот, ну, капризно, скажем так, именно любители искусства, они очень любят 3D такие эффекты. Это когда используется несколько материалов, несколько видов, вот, типов картин, где используется и цвет, и фактура, и какие-то другие материалы. Потому что здесь, допустим, чтобы создать это, сначала и фактура создаётся, и материал, который сушится, и полируется, и окисляется. Сейчас покажу, в принципе, какие они бывают уже в окисленном виде. Ну, там понятно, что есть такие вот гипсовые покрытия, которые мы металлом накрываем тоже. Это у нас салон, автосалон, примерно в автомобиле. Можно, в принципе, поехать посмотреть. Сейчас покажу, как окисляется при помощи окислителя, вот. Гора, а какой ты нам мастер-класс хочешь? Как металл наработать? По металлу, да, супер. Вот я поставила, я же знаю, полгода прошу, чтобы... Вот, это специальной кислотой травится вот это покрытие, это часть кухни. Ну, и в основном работаем ещё с производителями мебели, они дают свои детали, мы их покрываем металлом. Вот, допустим, вот она. Причём, опять же, это как металл окисляется латунь, так и окисляется жидкий металл латунь. Потому что состав, здесь нет и металл, здесь натуральный металл. Вот он как бы в таком виде был, вот так он шлифуется, полируется, вот так окисляется, вот этот кислотом травим. Вот, потом вот с нами результат. Вот такие вот моменты. Вот. Давайте мы сейчас тогда перейдём к... Найдём без бумаги, да, может, Веня возьмём. Вот, и запишем все наши имена, фамилии под цифркой. И у нас как раз мы сейчас делаем розыгрыш. Вор очень согласился подарить, сделать несколько подарков от своей компании. Это в том числе и бесплатный мастер-класс для одного из присутствующих. Для другого это будет 30% и 50%. Этот мастер-класс будет проводиться впервые. Эта технология им держалась долгое время в секрете. Мы на самом деле... Я, правда, очень много уговаривала всё-таки поделиться с кем-то. Мы сейчас уже готовы делиться, да. Сейчас уже он зарекомендовал себя широко. Все уже знают, что краски можно купить только у него, в его компании. Вот. И поэтому, собственно говоря... Ну, чтобы вы понимали, в 2012-го года его дорабатывали, дорабатывали. Буквально полтора-два года мы его уже выпустили уже на массы. Потому что есть в таком моменте, мастер-классе должен постояться уже по факту несколько лет. Понимаешь, что с ним происходит, да. Эти моменты должны как-то ребровать. То есть многие могут делать раз, получилось всё, масса. Да, у нас такого нет, потому что, во-первых, мы делаем свои проекты. Помимо, ну, продаж, да. После своих проектов мы выявляли какие-то минусы и дорабатывали. Потому что есть компании, которые нашли там рецептуру, сделали, продают. У нас как бы всё по-другому. Мы, во-первых, как декораторы, мы наносим, мы понимаем, какие минусы и плюсы. Технологии дорабатываем, потом тестируем, потом ждём, пока он проживётся. Потому что мы не хотим, как люди, нанести краску, условно, потом уносим. Здесь может быть такой момент, когда будет долго сушки, материал может потрескаться, расслаиваться. Чтобы понимали, материал держится и как на керамике, и как на стекле обычно, на нержавейке, и на пластике. Любую поверхность, скульптуру, может превращать в металл. Причём можно создать металлизирование, которое покиснет. Поэтому, в последние несколько лет, очень многие скульпторы покупают вот эти покрытия, чтобы металлизировать свои примеры. Допустим, раньше они говорили, что мы желали, там, по квоте, там, очень, чтобы открывать какую-то бронскую скульптуру, потому что забиты, как бы, да. Сейчас они делают всё это из бетона пива, покрывают это металлом, откислили, нужно защищать, защищать. Нет, остальные таки, в принципе, всего же. Мы, когда даже на ощупь трогаем, мы сами не знаем, что металл или металл. Потому что мы достигли такой технологии, что зёрнышки, которые будут есть, как металла, да, обычно это дело, там, чёрные точечки. У нас этого и нет. У нас единый, как бы, металл, и по холодности на ощупь, как бы, да, и просто всем эффектом он так же окисляется, поэтому все эти эффекты, но всё сразу подано в материале. И по всеми временем, когда создаются такие картины для интерьеров, как частных, так и общественных, да, такой вот большой интерес я заметил, что нравится использовать разные материалы, сочетания всего вот этого. Соответственно, есть у нас и фактурное покрытие, и вот металлы, и кислоты, всё вот это, как бы, полная композиция, дают какой-то эффект. Нужно каменные, да? Да, поэтому мы даже сами говорим, что, хоть и мы с 12-го года конкретно металлами занимаемся, но мы потенциально раскрыли максимум на 5-7%. Его ещё раскрывать и раскрывать. Мы, как говорится, будем, как бы, заниматься этим, но, скажем, только мы не сможем его раскрыть, должны люди, как бы, начинать и ставить задачи.